Бессмертный полк Как оно будет организовано? Каковы особенности памятной акции этого года? И что нужно знать тем, кто планирует впервые встать в строй с портретом своего героя, спросим у Екатерины Читошниковой, руководителя регионального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России». Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Ну вот скажите, день победы не за горами, всего несколько дней осталось. Планируете ли вы встать в колонну «Бессмертного полка» или может быть в прежние годы принимали участие в этом? Конечно. Моя семья принимает каждый год участие в этом шествии. Мы несем с гордостью портреты наших дедушек. Поэтому, безусловно, в этом году также буду принимать участие сама тоже. Какие портреты несете? Чьи? Это наша гордость, наши дедушки, это мои родные деды, колесник Лука Гаврилович. То есть несколько портретов, да? Несколько портретов. Более того, мы в этом году хотим еще и портреты бабушек взять. Вот скажите, в каких городах края в этом году вообще пройдет «Бессмертный полк» и сколько всего в нем примет человек участие? Традиционно большие города Алтайского края и села принимают участие в этой акции. Это и Бийск, и Новоалтайск, и Рубцовск. И во многих селах это движение будет проходить. Где-то это по центральным улицам городов, где-то, может, люди выходят просто к памятнику, который у них есть в их населенном пункте. Но я уверена, что весь регион сплотит эту акцию в этом году тоже. Я знаю, что самый массовый парад, да это и понятно, проходит в Барнауле вот в этом году. Как он будет организован? Где начнется, где закончится? Сколько колонн будет? В этом году шествие будет также проходить по центральной улице нашего города, это по проспекту Ленина. Традиционно, ну уже второй раз, так скажем, в этом году будет две колонны, которые пойдут по Ленинскому проспекту от здания Ленина-71, это кинотеатр «Россия» бывший. Вот, соответственно, по Ленинскому проспекту, прошествуют они до улицы Димитрово, в центре на площади произойдет их слияние. Вот, и, соответственно, затем колонна переместится на площадь Сахарова, где пройдут ряд праздничных мероприятий. Будет организовано очень много интересных, я уверена, для наших граждан событий. А вот программа этой патриотической акции, она чем-то будет отличаться от прошлогодних акций? И есть ли какие-то вот особенности? Очень важно отметить, что в этом году возникла такая замечательная идея сделать акцент на семейных ценностях. То есть мы прекрасно понимаем, что каждый герой, чей портрет мы несем, он имел жен, бабушек, мам, сестер. И, безусловно, вот та поддержка в семье, она очень много значила для каждого бойца. Поэтому в этом году мы подумали, что будет здорово, если граждане возьмут фотографии жен, бабушек, матерей своих героев и тоже, так скажем, войдут в бессмертный полк с этими портретами. Тем самым мы почувствуем единение и общий дух, все то, что нас объединяет. Нам показалось это очень интересным, важным. Екатерина, ну вот в связи с этим, поскольку такой акцент на женскую линию, скажите, портреты именно участниц Великой Отечественной войны могут нести люди или могут быть труженики тыла? Безусловно, вклад тыловиков колоссален. И мы должны помнить о их подвиге безотверженной, то есть та работа, которую делали тыловики, безусловно, мы должны ее ценить. И вклад, который они внесли в победу, бесценен. Поэтому мы можем нести портреты как участников войны, так и тех, кто работал в тылу, без сомнения. Какие еще есть особенности акции в этом году? В этом году, я думаю, будет интересно, что мы активное участие в организации акций, в сопровождении акций принимает молодежь. И как по ходу движения всего шествия, так и на итоговой точке, где традиционно будет размещена стена памяти, граждане смогут оставить свои информацию о себе, какие-то памятные, приятные слова, поздравительные. Волонтеры будут сопровождать все это своим активным участием. Как-никак год добровольца и очень большое внимание ребята именно к этой акции уделили. У нас около 400 заявок, ребята из профессиональных организаций. То есть около 400 волонтеров. 400 волонтеров минимум будут принимать участие именно в акции «Бессмертный полк». У них очень много разных задач, функций. Они, безусловно, будут помогать гражданам, отвечать на вопросы. Где-то помогут, например, укажут, где можно попить воды. Потому что какое-то время все равно все немножко ожидают. Когда начнется шествие, поэтому будут зоны, где находится питьевая вода. Также будет обеспечено движение. И кареты скорой помощи будут там держать. Волонтеры будут помогать гражданам, как говорится, на любые вопросы отвечать. Ну и они будут и с детками работать, и играть с ними. Я думаю, что такое живое, непосредственное общение создаст у людей праздничное настроение в том числе. Ну и, конечно же, опять же, всех объединит, на что мы надеемся. Екатерина, а как стать участником акции? Обязательно ли нужно регистрироваться где-то? Или это вообще не обязательно, не стоит? Вы знаете, главное — это порыв души. Вот мне кажется, что человеку очень важно почувствовать историю своей семьи, историю своей малороднии, историю своей страны. И, безусловно, это та акция, где можно это почувствовать. Поэтому у нас есть сайт «Бессмертный полк Алтая», где можно разместить истории о своих родственниках, получить информацию, консультации, то есть поделиться историей своей семьи. Также есть официальный сайт общероссийского движения «Полк РФ.ру». Поэтому мы можем воспользоваться этими сайтами для того, чтобы рассказать о своих героях, о своей семье, узнать что-то новое, получить информацию из поисковых сетей о том, что, может быть, какая-то информация отсутствует в семье. Эти сайты позволяют это делать, находить информацию. Но для того, чтобы стать участником шествия, можно захотеть взять фотографию или изготовить транспаранты и просто прийти 9 мая на центральной площади своих городов и присоединиться к этому шествию. Екатерина, а если семья не знает точно, воевали ли их предки, но хотела бы очень принять участие в шествии, вот где можно уточнить эти сведения? Можно ли вообще? Конечно, мы можем помочь в этом случае. В общем, очень часто на самом деле в наш региональный штаб обращаются люди с просьбой помочь информацию найти. Либо о пропавшем родственнике, неизвестно где, например, погиб ветеран, или даже вот был последний запрос, человек прошел всю войну, но просто его внучка потеряла информацию, он умер в 61-м году, Ей очень хочется узнать, как сложилась жизнь ее дедушки в послевоенный период, но, к сожалению, семья не обладала этой информацией. Мы стараемся, используя все ресурсы и поискового движения России, все наши коллеги всегда отзываются, мы ищем информацию и в каждом случае помогаем найти эту информацию, поэтому можно смело обращаться. Вот вы лично уже много лет организуете эту акцию, то есть знаете какие-то моменты и об истории возникновения, и особенности проведения акции. Но вот какие чувства вы испытываете, когда вы наблюдаете за шествием, когда вы лично смотрите на то, как идут люди в колонии, несут портреты своих предков? Нужно ли вообще призывать людей еще больше принимать участие в этой акции, приходить, выходить, вставать в строй? Самое важное, ничего не делать насильно. Конечно, мы приглашаем граждан принять участие в этой акции. И я вас уверяю, что тот, кто принял единожды участие в шествии, придет на следующий год вновь. И опыт показывает, что из года в год все большее количество людей идут этой стройной колонной плечом к плечу, чувствуя единение, гордость за свою историю, за свою страну, за свою семью. Поэтому я думаю, что движение будет только расширяться, и все больше людей будут выходить 9 мая на улицы, и ни погода не испугает. И, в общем-то, мне кажется, это то самое важное и дорогое, что есть у нас, что мы можем бережно хранить. И как-то вот воспитательный эффект очень большой здесь, молодежь интересуется. Поэтому со всех сторон, мне кажется, это одна из лучших акций в нашей стране. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова